здравствуйте друзья дорогие сегодня у нас большой обзор тест-драйв на совершенно новую toyota sequoia 2023 года сегодня у нас два автомобиля представлены эта машина комплектации limited с TRD оффроуд пакетом и эта красненькая очень симпатичная машина комплектации платином вообще поговорим про sequoia полностью посмотрим что в ней поменялось постараемся максимально подробно рассказать вам об этой машине ну и по сравним заодно комплектацию в скором будущем мы ждем капстон мы ждем TRD PRO ну как они появятся мы обязательно их вам тоже подснимем вот но сегодня будем будем разговаривать конкретно про эти модели давайте начнем перед тем как мы начнем ходить вокруг машин поговорим об истории toyota sequoia всегда была очень популярна у наших покупателей причем неважно это россия там казахстан и другие республики да очень много мы поставляли свое время этих машин и когда в 2018 году произошел рестайлинг мы тоже сняли видео был большой отклик на это видео и тоже я не знаю огромное количество мы отправляли эти машины всегда вот потом какой-то был промежуток как-то вот по toyota затихло и конечно с выходом новой модели а этот фрос и ажиотаж оживился это уже третье поколение sequoia первая машина вышла в 2000 году 2006 году они поменяли поколение изменили формы и вот считатель то есть 2007 новое поколение сейчас у нас 2023 вот сколько времени они практически без изменения выпускали автомобиль в 2018 произошел легкий рестайлинг совершенно там незначительный и вот даже когда ожидали рестайлинг все думали выйдет новое поколение когда выйдет на высокой когда выйдет на высокой тому же пять лет как говорится слышим и вот наконец японцы родили и выпустили секвой опять же мы уже получили тундру год назад мы уже понимали что это будет за автомобиль это не было уже какой-то новостью но все равно вот она показали и нам и конечно мое личное мнение что автомобиль получился и вот это вот сам новая как говорится морда автомобиля и сам кузов черты мне очень нравится вот я думаю что машина будет успешной на рынке это конкурент в сегменте больших семейных и себе такие как шевроле таха собор банн джемси и укон ford expedition вот это его основные конкуренты повторюсь нельзя сравнивать его с лакшери сегментом такие как cadillac escalade линкольн навигатор там уже присутствуют и игроки европейского рынка это бмв x7 это range rover это mercedes gls вот туда как бы они со своим capstone как бы уже могут претендовать но любом случае у них есть lexus 570 который вот там выступает игроком на этом сегменте а toyota повторюсь в своем сегменте очень конкурентный игрок в прежнем поколении во втором и в первом platinum было всегда это максимальная комплектация уже выше platinum не было потом было лимит и потом usr five а потом просто с вот сейчас же появились у нас еще капстоун и тарди про так вот базовая комплектация limited 67 700 плате нам 73 900 получается 6000 долларов разница со всеми опциями дополнительными у нас получился лимит 71 почти а platinum практически 80 то есть получилось 9000 разницы ну вот вот такие вот цены повторюсь это цены мусор пи на рынке машины конечно же сегодняшнем ситуации стоят гораздо дороже если говорится конечной стоимости то допустим вот этот вот автомобиль подключится всеми расходами до санкт-петербурга с таможней со всеми делами обходится 125 тысяч долларов так что смотрите и повторюсь точно такая же машина новая приходит к нам на следующей неделе она свободна она будет продажи поэтому если вам заинтересовала и устраивает цена все наши контакты в описании поехали дальше ну платином соответственно будет как минимум 1000 на 10 условий поставки дороже капстоун тарди про они просто пока за предель они только-только вышли на рынок и дилера на них вообще какие-то держат пока сумасшедшие цены так по двигателям у секвой сейчас только один двигатель это совершенно новый гибридный двигатель i force макс три с половиной литра объем битурбо в образная шестерка 440 лошадиных сил и 790 крутящий момент это очень серьезный прирост повторюсь до этого с 2000 года по 2022 выпускалась машина только с восьмеркой v-образным двигателем 5 и 7 объем атмосферный чистый и 395 лошадей вот смотрите как уменьшился двигатель и насколько приросла мощность по его надежности мы все увидим скорости узнаем такие двигатели остаются и на toyota tundra опционально lexus идет пока без гибридного двигателя чисто бензиновый двигатель без гибридной установки коробка здесь 10 ступенчатая и расход расход в смешанном цикле 10 литров с половиной 10 и 7 то есть это шикарный показатель для такой огромная машина прежняя цикла я ела вмешанном цикле где-то 14 в отличие от тундры с и кое лимита тоже они постарались они уже практически ушли от хрома вот здесь небольшая окантовочка даже все дверные все проемы тоже chrome практически ушел здесь немножко хрома осталось то есть уже так он не сильно популярен платином по традиции вообще нету хрома все вот черный такой лак она такая здесь да 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 маленько есть но все в черном уже цвете мы прежние машинах меняли покупали там допустим люди хотели это было в тундрах 1794 комплектации в раз очень салон и полностью меняли решетку радиатора бампер все уходили от хрома стали вот платин по свету в плате ну конечно фары уже более в дорогом исполнении что ближний что дальний тут такой матричный свет и даже поворотники передние и задние работают по-другому у нас человек до этого покупал тундру sr5 и сегодня написал горит ребята можем ли мы как-то с парами поиграться хочу чтобы мигали так как в плате нам вот здесь вы видите более простые фары но тоже это полностью led фары но немножко менее сложной конструкции у плате нам идет у нас 20 диаметр дисков и тоже такие вот в черном черном цвете limited у нас здесь стою повторюсь стоит crd оффроуд пакет он себя включает во-первых all-terrain резину такая мыши линзу бастая резина 265 70 ар 18 18 диаметра у нас здесь диски стоят вот они тоже такого оффроуд стиля здесь стоят стационарные подножки здесь у нас электрические подножки но это тоже не не часть платиновым пакет это опционально даже на платину в электрические подножки идут опционально стойки с тоже в черный цвет такой в эту пленка покрыты зеркала арки колесные молдинги все 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 вот с этим черным лакированным акцентом и вот этот красный супер sonic red у них называется цвет он дорогой вы заплачете за него порядка 500 долларов но мне кажется очень он такой красивый яркий сочный цвет и вот это вот черно-красное сочетание очень идет этому автомобиле задние поворотники тоже вы видите как работать таким бегущим огоньком лимитад секвой они маленечко попроще и если здесь в платином они полностью переходят с крыла на крышку багажника то здесь поворотник лишь маленький уголок сзади тоже здесь у секвой и вообще у платином никаких хромовых вы не видите частей кроме как знака тойоты то у лимитад здесь огромную букву и секвой вот платином с хром вставка и сам под бампером юбка тоже такого серебристого цвета багажника можете открывать тоже две части вы можете открывать только заднее стекло это очень удобно когда у вас какая-то небольшая там груз вам не надо открывать всю крышку подошли открыли стекло положить вот и вы можете открыть полностью есть багажник вы его можете открыть с ключа здесь есть кнопка вы его можете открыть там стоит кик сенсор так называемо если у вас заняты руки вы можете открыть таким образом здесь toyota тоже интересное сделала решение и мы его сейчас их покажем вот их старая добрая аптечка известная сиденья 3 ряда электрические и вы можете сложить кнопочками здесь есть кнопочки на втором ряду вы можете склад вы видите при разложенном третьем ряде конечно сзади места очень мало для какой-то поклажи но опять же если никто вас там не сидит и вам не надо там допустим огромное количество багажа то вы можете спокойно вот таким вот образом выход подвинуть вперед совершенно новое решение и у вас уже расстояние здесь размер багажника стал гораздо больше существенным и вы видите тут целую систему полочек сейчас мы покажем как это работает это рамка на передний номер на бампер это аптечка у нас так вот здесь вот есть ну как такой коврик такая вот полка и эту полку вы можете менять и устанавливать на различных уровнях вот допустим вот таким вот образом установить полку вы сравниваете ваш пол багажника с верхней полкой и вот остается абсолютно ровный пол то есть удобно положить какие-то чемоданы сумки какую-то поклажу и здесь еще появляется ниша если же вы складываете сиденья второго ряда очень удобно не надо их сиденья выйти на спинках тоже появились такие защитные резиновое покрытие вот сложили мы сиденья второго ряда естественно у нас багажник увеличился но так как сиденья складываться именно вот таким вот образом появился такой перепад высоты что вы делаете вы берете полку и кстати вот сюда вот сюда и теперь и вот таким вот образом мы выравниваем пол возвращаем наш коврик все вы видите насколько выравнился пол и точно также сюда можете какого-то поклажу заложить сейчас мы стали брать собой рулетку сейчас померим до кресла второго ряда у нас 115 сантиметров расстояние сейчас мы сложим одно кресло второго ряда и посмотрим до передних кресла гигантские два метра три сантиметра может два взрослых тут если организовать такой матрасик спокойно ночевать в этом автомобиль вот это у нас делители такие в багажнику сюда вы их можете встроить и разделить ваш багажник на три части и здесь у вас ну как бы будут такие ниши тоже удобно такая ниша запаска у нас под нищим здесь у нас кстати еще есть и вот здесь у вас гнездо для установки фаркопа и две розетки на 4 пина и на 7 пинов 4300 килограмм максимальная масса буксируемого прицепа то есть это серьезно принципе лодка можно таскать и вот здесь вот кстати помечен этот сенсор где вам надо ногой махать здесь вот есть кнопки закрытия тоже так здесь у нас второй ряд капитанские сидения и доступ на третий ряд принципе очень удобны и продуманную всего лишь этот рычажок раз дергаете и у вас сидение ушло вперед здесь уже фирменные коврики везде лежат очень красиво все и удобно у вас в принципе достаточно много места чтобы забраться на на заднее сидение так ну вот так ну конечно здесь я уже по высоте не помещаюсь упирается голова у меня в потолок то есть высокая взрослая сюда конечно не сядет опять же сидение само расположена очень низкой колени у вас тоже в потолок упираться точно так же 3 ряд это конечно только для детей но здесь у нас есть кстати удобная вещь это как сложить спинку сидения почему-то все электрическое и вот тут уже при таком раскладе немножко немножко веселее комфортнее становится что есть еще шторки на окна подсветка система кондиционирования здесь венты выведены черный потолок у нас тоже и у левого пассажира есть еще и usb разъем колонки тут есть это тоже присутствует и вот таким вот ретишочком вы тоже самое можете сложить сидение вашего так удивительно перед на сидение у нас нету движения точнее сидения второго ряда вперед назад не она стационар стационарно полностью то есть вы можете подвигать спинку с помощью этого рычажка и настроить себя поудобнее смотрите это сидели максимально отъехала назад конечно так она не будет но даже при таком раскладе принципе вы довольно таки удобно можете расположиться и колени у вас совершенно не упираются прежние секвое было очень удобное решение здесь стоял большой высокий подлокотник со своими бардачками подстаканниками он еще раскладывался как столик это конечно очень классное решение почему-то здесь они от этого ушли поставили лишь такой вот лоточек и два подстаканника этого недостаточно сделали просто подлокотники раскладывающиеся не очень удобно конечно если бы это была центральная консоль вот как у нынешнего а гран вагонир а это очень сильно подкупает здесь у нас панорамная крыша здесь конечно с высоким ростом вот если вот так вот здесь уже голова все равно в крышу маленько упирать если откинуться здесь уже ниша поудобнее свой климат-контроль на на второй ряд здесь есть вентиляция сидения здесь есть подогрев и полное управление климат-контролем 2 usb разъема большой маленький и на 110 вольт на 120 вольт точно так же здесь у нас шторка есть механическая ну вот вот в принципе и все по салону ну в принципе все то же самое что в нашей тундре интересно в очень уплаченном сделали отделку хорошее уже дорогая кожа такая перфорация и когда перфорирует кожу она на срезах здесь синеньким цветом таким также как нитка здесь везде про строчки такой вот синий они сделали акцент очень интересно очень красиво здесь уже у нас есть подколенная поддержка причем очень такая хорошо развита но в принципе остальные настройки стандартные массажа здесь еще нету чисто валик поясничный вот и все стандартно вверх вниз и спинка по наклонам руль руль у нас электрические точно также вперед назад и вверх вниз педали уже не регулируются ну здесь ряд кнопок это автоматический переход с ближнего на дальние открытие бачка бензобака подсветка приборной панели это ваши дневные трипы выключение парктроников включение розетки подогрев руля включение и отключение подножек либо оставить их в автоматическом состоянии тоже очень правильная кнопочка золото решение память сидений управление зеркалами управление окнами вот принципе все все обтянута таким приятным термантином это не кожа это винил но дешевого пластика практически нету вот он только вот тут на раз краю даже здесь на окнах принципе такой достаточно качественный пластик по центральному тоннелю тоже все очень достойно один большой 14 дюймовый дисплей в этом плане мы уже очень хвалили когда снимали саму тойоту тундру центральный водительский дисплей тоже полностью цифровой 12 дюймов у него диагональ вот здесь блок климат-контроля все кнопки физические что тоже очень радует никак я не привыкну к этим меню и тачскрином подогрев сидений вентиляция тоже весь управление все полностью физические кнопки и здесь тоже ряд кнопок очень тоже продумано таких в оффроуд стиле это управление пневмоподвеской это стояночный тормоз это отключение системы стабилизации работа с прицепом и работа с камерами здесь у нас реализован точно также цифровой экран уже и передает картинку камеры заднего вида либо вы можете вернуться в режим зеркала много у нас настроек здесь здесь даже языки он позволяет выбирать подсветка можно камеру повернуть по горизонтали приблизить удалить ну то есть такой очень очень навороченный на самом деле по традиции когда мы делаем большой обзор первое то мы стараемся поднять машину и показать вам подробно еще как там у нее внизу все расположено поэтому давайте пойдем посмотрим пройдемся это у нас платином комплектация ну первое что бросается глаза это нету никакой защиты по днищу вообще даже вот только этот пыльник который здесь висит и все здесь уже у нас пошла передний дифференциал поддон у двигателя поддон коробки коробка большая у нас тут электромотор и сзади раздатка все совершенно ничем не закрыт ну по обработке все там по тойотовски в принципе достойно на также машина новая но вроде все хорошо обработано и и покрыто бак точно также совершенно не защищен задний у нас мост неразрезной амортизаторы и дальше пневмо баллоны стоят прямо подвеска опциональная она опциональная причем у всех автомобилей да у всех моделей даже у капсон самый дорогой позиции у меня тоже него подвеска опционально также у подвешено колесо как во всех прежних и тундрах и сырклоях колесо внизу такая у них фирменный цепь точно также вообще не поменялась совершенно с прежних поколений вот глушитель ну все просто принципе просто по тойотовски я не знаю если у них апгрейд ты когда был тярди глушитель уже на две стороны такой более басовиты это надо посмотреть в аксессуарах в первую очередь напрашивается сравнение с тойотой тундры вот и во вторую очередь с лексусом 570 тундра тут принципе все практически одинаков все то же самое особенно вот панель руль приборка совершенно ничем не отличается буквально недавно мы делали обзор на эту тундра капстон это максимальная комплектация ссылочка в описании на это видео вот и все все то же самое единство когда ты уже едешь когда ты вот в движении и ты вот ощущаешь эту машину тундра в принципе точно такая же по длине даже больше длиннее но как-то когда все что у тебя находится за кабиной уже как-то не воспринимается здесь огромный 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 размер салона и это прямо так вот и ты чувствуешь что касается лексуса то конечно же сравнение не в его пользу повторюсь машина которая классом гораздо ниже это даже не land cruiser это еще ниже это sequoia но вот этот огромный дисплей лексусом в два раза меньше центральный дисплей лексуса он тоже меньше хотя оформление точно такое же разрешение экранов даже ну не знаю как то я бы если бы мне дали сравнивать сто процентов взял бы вот такую машину давайте покажем как работают камеры здесь вы можете выбрать цвет вашей машины в данном случае такой же как у нас вот такие вы можете выбрать виды можете поставить на паузу вот здесь у нас есть различные параметры но во первых смотрите сколько у нас тут всяких динамических линий показывает и направление курсор где ваш фаркоп как вас поедут колеса вообще направление вашего движения потом эти линии можно поиграться и поменять так или вот так каком угодно теперь мы можем посмотреть сбоку впереди сбоку сзади конкретно перед конкретно за очень быстро очень легко в принципе тут сообразить в настройках вот буквально пару приемов и мы перевели все настройки в европейские величины вот скорость у нас уже километров в час единство что знаки дорожного по-прежнему показывает в мире как только вы вас понижается скорость автоматически включается камера так сейчас мы поменяем режима режимов у нас здесь аж раз два три 4 5 6 7 7 режимов сейчас мы перешли в режим спорт плюс такой на самодинамичный будет режим но не сама экономная вот железную дорогу вообще там практически без какой-то зубодробилки переезжают тихий не скажешь что конечно идеальная шумоизоляция недавно мы тестировали и к седьмому там конечно было все на порядок выше но и стоит она на порядок больше вот но все равно тихо вот этот выхлоп такой немножко такой звук появился я думаю что это чисто тойотовцы доработали двигатель мы не слышим сейчас а вот выхлоп маленечко так порыкивает а ну-ка поменяем сейчас режим ну-ка так это у нас спорт класс был это спорт вот нормал нет глушитель точно также работает по моему звук что в одном что во втором кастом что мы можем кастомизировать можем кастомизировать только руль работа амортизаторов работу коробки вот все то есть вы можете сделать короче длиннее передачи вы можете сделать ту же руль или зажать маленечко подвеску вот этот ваша кастомизация поинтереснее себя ведет чем сравнение с прежней секвой кстати буквально на этой неделе мы отправили у нас было секвой мы покупали для клиента 19 года совсем с небольшим там что-то 16 тысяч миль пробегом вот он такой сторонник старого крепкого доброго хочу старый атмосферный вообще все старый секвой так бы было интересно конечно по сравнению движение я не знаю если предложили мне я конечно же поехал на новом автомобиле и мы все знаем качество тойота и это та компания которая одни из первых начали выпускать гибридные двигатели и мы все знаем насколько там долго ездят те же приусы и как они распространены там такси во многих во многих странах не убиваемые вот и здесь они сделали новый гибрид именно для больших пикапов для больших россии мощные и очень приемистый двигатель я думаю что он будет работать долго понятно что это не будет там неубиваемо там 5 и 7 но он себя еще проект так вот выходим мы на хайвэй еще под горку так и вот сразу смотрите мы уже с полосы разгона на 135 спокойно зашли в линию динамика такая приятно я вспоминаю как мы ехали на том же кадиллаке эскалэйди 6 2 полуского и вообще не едет ожидая ну такой объем ожидаешь ну большую отдачу и нажимаешь на педаль он не едет а здесь мы еще сильно там принципе и и не давили в пол и она такое очень очень динамично в общем нравится мне лично вот этот гибридный двигатель конечно здесь уже в комплектации платином но опять же это за дополнительные деньги есть проекция на лобовое стекло ну реализовано скажем так всеми яркое солнце конечно и не очень хорошо видно его можно подвигать вверх-вниз влево вправо и увеличить ярко здесь находок дисплеер вам показывает направление движения вашего компас текущую вашу скорость разрешенную скорость и работу тахометра вот в принципе то что отражается на дисплее я думаю что когда мы активируем навигацию то он еще будет показывать заранее там стрелки поворотов там направо на левое расстояние да здесь уже в платину базовой комплектации вы получаете джибрил акустику вот повторюсь достаточно все очень достойного качества материалы что немаловажно хочется отметить у нас вот тоже был клиент и он горит минус допустим капстону если вы покупаете у вас однозначно будет такой черно-белый салон сейчас мы покажем это на картинке он очень нарядный очень красивый но как очень многие наши покупатели в россии не любят светлые салоны это просто для них катастрофа как будто они какой-то этот рабочий автомобиль покупает но это вот вот такой стереотипа на самом деле существует и и поэтому конечно если вы хотите вот именно такой черный салон то для вас только платина потому что капстона у него будет там черные сидушки тут обивка все остальное вот это будет белое и подлокотники будут тоже белые зарядное для телефонов беспроводное переключение приводов давайте кстати интересно не рассказали здесь вы можете использовать задний привод полный привод но это партайм овел драйв то есть вы не можете на нем ехать все время плохая погода вы включили полный привод и есть полный привод пониженный для бездорожья для оффроуда стояночный тормоз контроль это на подъеме удержание ну вот в принципе и все оффроуд мода такого тут нету на то есть в той машинке теорди подстаканники подлокотник здесь еще пары юсби маленькая ниже здесь друзья ну что мы вам сегодня представили а совершенно новую toyota sequoia это 23 год все очень ждали огромное количество у нас было запросов и было и есть по этой машине вот и наконец-то они уже на земле наконец-то их можно покупать наконец-то их можно поставлять давать четкую цену конкретную вот поэтому пожалуйста все наши контакты в описании любым удобным для способом обращайтесь и мы дадим вам максимально конкурентные условия поставки по бому из этих автомобилей по любой модели я имею до секвой и не только к тойота хочется отметить что эти обе машины у нас проданы но вот точно такой же мы получаем на следующей неделе и она у нас будет доступна продажи мы сейчас только начинаем предлагать нашим потенциальным клиентам так что если у вас есть интерес контакты в описании ну и конечно же пишите как понравился вам этот автомобиль наш тест-драйв ставьте лайк и подписывайтесь на нас все спасибо до свидания